благословенная земля тут крепость башнями стоит как нос большого корабля вдаль по течению глядит есть грузии места которых себя притягивают невероятным духом величия и одно из таких мест это крепость ананури это крепость прекрасно сохранившаяся сооружение позднее феодальной эпохи грузии некогда резиденция арахских князей и реставин замок носил и важное стратегическое значение главного форпоста на пути к северному кавказу то только не нападал на анануре и турки и персы и лезгины но крепость выстояла и сегодня это любимое место посещения многочисленных туристов местные жители конечно же рассказывают множество легенд связанных с крепостью ананури у непобедимого бастиона к сожалению были и трагические страницы 1739 году шла очень жесточайшая междоусобная война между ксанскими и арабскими реставами ксанские войска подошли к крепости анануре окружили и предложили сдаться защитникам этого бастиона однако те и захотели сложить оружие когда войска ксанского арестава ворвались все таки на территорию крепости то они уничтожили защитников разграбили церкви а сын арабского арестава утрут вместе с супругой двумя детьми укрылись в этой башне которая называется шоу поварили неустрашимая нападавший заложили вход и подожгли башню и только спустя 200 лет в 1939 году во время проведения на территории комплекса реставрационных работ вход был открыт и там обнаружили и следы копоти и человеческие останки на фасадной части церкви успения мы можем прочитать кто когда на какие средства возводил эту красивейшую церковь и выясняется что она построена в конце 17 века на средства местного феодала бордима и реставе построил ее грузинский архитектор кай хусро бахсарашвили на стене мы можем увидеть так называемое древо желания это такая стилизация виноградной лозы естественно очень почитаемой в грузии интересен вход в сам храм который выполнен так он восточном стиле соответствующим орнаментом это объясняется тем что тогда в средние века грузия находилась под влиянием различных культур самая интересная что первым официальным туристом в анануре был классик русской литературы александр сергеевич пушкин который побывал здесь 1829 году во всяком случае на этом настаивают местные гиды